День с толком К 2030 году на Алтае хотят обеспечить жильем почти 6 тысяч детей-сирот. Как власти собираются это сделать? С наступлением весны люди все чаще жалуются на апатию. Как себе помочь? День с толком В Барнауле решили разобраться с сосульками и снегом вывести снег со двора, вместе с соседями очистить от снега и наледи канавы и стоки. От этого во многом зависит сценарий подтоплений. Ведь в противном случае возникают огромные лужи, грязь, сырость в доме. Спасатели напоминают, что при угрозе подтопления жителям частного сектора необходимо перенести на верхние этажи мебели ценные вещи. Чтобы избежать гибели животных, необходимо выпустить их из помещений, а собак освободить от цепи. А в Барнауле решили разобраться с сосульками и снежными навесами. Глава города Вячеслав Франк поручил усилить контроль за очисткой крыш, а также подготовить ливневки. В ближайшие дни в краевой столице сохранится плюсовая температура. Жители одной из улиц в селе Солнечное Первомайского района опасаются быть подтопленными. По словам людей, их улицу этой зимой практически не расчищали от снега. И сейчас есть большой риск, что по ней скоро можно будет плавать. Далее слово Данилу Кузнецову. Это называется дорога почищенная. Такой заснеженной улица 6 в Солнечном Первомайского района выглядела около недели назад. Белые барханы не давали проехать, что уж говорить о простой прогулке пешком. Очередная оттепель частично решила проблему. Однако работающей техники до сих пор не видно. Проблема началась, ну я скажу, наверное, перед первой оттепелью. Это месяц назад, когда первая оттепель была. Когда пришел в трактор первый, я попросил, чтобы он почистил от бордюра хотя бы бордюру. Ну, естественно, это никто не услышал. Пришлось расчищать все вручную. Однако снег не так страшен по сравнению с водой, в которую он сейчас превращается. Местные жители сделали специальные отводы, чтобы она утекала в поля. Но это не решает проблемы полностью. В том году была такая же проблема. Тут заехать не то, чтобы было на нашу улицу. Там и по Кольцевой везде, по всему селу. Там такие паводки стояли. Машины дном все время цепляли. Можно было что-то потерять. И теряли, и колпаки, и трубы, и все остальное. Районный комитет по ЖКХ, говорят люди, не торопится помогать 6-й улице. Представитель администрации сказал, что неуполномочен давать комментарии прессе. И предложил обратиться к главе района. Она, в свою очередь, сослалась обратно на коллегу из ЖКХ. А после этого на телефонные звонки уже никто не отвечал. Дали фамилию начальника ЖКХ, с ней созванивались. Она сказала, что лимит вы весь вычерпали. Все. Хотя за зиму числится три, ну, по-моему, или четыре раза. Жители такой ситуации недовольны. Написали письмо к главе Первомайского района и параллельно обратились в СМИ. Они убедительно просят обратить внимание на их проблему. Иначе на улице, по которой зимой не проедешь, скоро можно будет плавать. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Больше 30 пожарных тушили сегодня возгорание в гаражном боксе Барнаула. Его общая площадь составила около 8 квадратных метров. Пострадавших нет. Чего не скажешь о пожарах, которые случились в длинные выходные в жилых домах. Огонь унес жизни трех человек. Двое, мужчина и женщина, погибли в селе Полковниково Косехинского района. Огонь охватил деревянный дом площадью около 70 квадратных метров. Возгорание ликвидировали спустя 50 минут. Стены и кровли дома сильно пострадали от огня. Мужчину и женщину спасти не удалось. Еще одна женщина в возрасте 69 лет погибла в камне на Аби. Сообщение о пожаре поступило глубокой ночью. Причины возгорания называют неосторожное обращение с огнем. Судя по обследованию места пожара, причиной смерти стало отравление продуктами горения. Спасатели призывают быть осторожными в обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности. Директора Барнольского гора электротранса подозревают в махинациях с электрическими кабелями во время капремонта. Об этом стало известно из постановления Индустриального районного суда Барнаула. Именно туда поступило уголовное дело в отношении Николая Петряшина в начале этого года. Ранее правоохранительные органы не уточняли, в чем мог провиниться Петряшин. Сейчас ему вменяют превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности. В начале марта растет число жителей края, которые обращаются к терапевту. Причем причина далеко не всегда – вирусные заболевания. Многие в начале весны отмечают апатию. Не только к работе, но и к жизни в целом. В чем причина такого состояния и как из него выйти – в нашем видеосюжете. Конец февраля, начало марта. Дни становятся длиннее, солнце ярче, а состояние многих людей хуже. Почувствовала какую-то сонливость, усталость. Вся семья немного, так сказать, без настроения. Просыпаемся, расхаживаемся долго. В течение дня, все-таки ближе к вечеру, уже какая-то нестабильность в организме. С такими симптомами к специалистам диагностического центра весной обращаются гораздо чаще. И далеко не всегда люди пожилые. Напротив, работающее население. Врачи называют это весенней астенией. И если состояние человека действительно доходит до того, что тяжело встать с постели, стоит обратиться к врачу, а не ставить диагноз самостоятельно, как делают многие. Да, есть слабость, недомогание. Она просит, чтобы ей ферритин назначили. Она думает, что у нее железо действует. А у нее железо там выше крыши, простите меня. То есть его много. И не похоже по анализу крови, что там железо действует. А вот дефицит витаминов группы В, да, скорее всего. К психоэмоциональному истощению от долгой зимы добавляется нехватка витаминов. Не только группы В, но и других. В пище их уже недостаточно. А из-за низкого количества ультрафиолета люди страдают от нехватки витамина D. Чаще всего состояние заметно улучшается после назначения врачом поливитаминов. Перед этим, конечно, желательно сдать анализы. Есть и другие способы сделать свою жизнь в межсезонье ярче и разнообразнее. Если вы на завтрак, у вас на столе будет там красное яблоко, желтый томат и какой-нибудь там зеленый перец, вам только это уже повысит настроение. Тем более, что те же самые ученые доказали, что при наличии, при постоянном потреблении овощей и фруктов и при условии, что они будут разных цветов, то риск депрессии, в том числе весенний, он будет намного ниже. Врачи рекомендуют в качестве терапии также физическую нагрузку, хорошую музыку и приятную компанию. Важное правило – соблюдение режима труда и отдыха. Но бывает, что обращение к терапевту с апатией и хандрой помогает специалистам выявить гораздо более серьезные заболевания, чем весеннее остынее. Но это уже совсем другая история. А вот апатия может пройти и сама собой, когда за окнами будет тепло и зелено, и в рационе питания тоже появится больше свежей зелени. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. 5710 алтайских детей-сирот обеспечат жильем до 2030 года. Такие планы озвучили в региональном Минстрое. В Крае утвердили программу по этапной ликвидации задолженности в предоставлении жилья детям-сиротам, в которую они попадают при достижении 23 лет. Эта программа планируется к реализации за счет средств в основном пока краевого бюджета. Мы закладываем финансирование федерального бюджета на уровне существующем 320 миллионов рублей. Мы будем работать с федеральным центром по максимальному увеличению финансирования за счет федерального бюджета. Но я хочу сказать о том, что даже при существующих неувеличения федерального бюджета задачи исполнения финансирования этой программы будут выполняться. В этом году Министерство планирует обеспечить жильем 697 детей-сирот, в следующем 832 человека, к 2030 – 1123. Наращивание темпов в предоставлении жилья будет происходить в основном за счет жилищных сертификатов – федеральных или краевых. Их разница касается лишь территории применения. Федеральный можно использовать по всей стране, краевой – только на Алтае. Сумму сертификата определяет рыночная стоимость. Так, жители края могут рассчитывать на 3 миллиона 600 тысяч рублей за площадь в 33 квадрата. Наряду с выдачей сертификатов уменьшать очередь будут и предоставлением квартир. Однако статистика Минстроя такова – на 40% квартир приходится 60% жилищных сертификатов. Выбор в пользу последнего будет лишь расти, уверены власти. Преимущество сертификата состоит еще и в том, что на рынке можно найти лишь 300-400 квартир, отвечающих условиям выдачи детям-сиротам. А это ниже потребностей. В одном из сел Зонального района под одной крышей хотят разместить школу и детский сад. Точнее, оба учреждения расположить в одном здании из-за того, что детсад нуждается в капитальном ремонте. В пользу объединения приводят тот аргумент, что школа и детсад – единое юридическое лицо. Однако, грядущей перспективе переезда рады не всем. Подробности в следующем сюжете. Детский сад «Солнышко» села Луговское – это в Зональном районе рассчитан на 38 детей. Здание советской постройки в этом году отмечает юбилей – 40 лет. Он выпадывает. Они, видите, как, смотрите, он пошел волной. Вон там вообще страшно. Внутри – не лучше. В кухне стена отстает по всей длине от потолка на несколько сантиметров. В актовом зале, наоборот, от пола. Потолки в игровой комнате и спальни идут волнами. Держатся на хомутах и металлоконструкциях. Если в центральной части перекрытия железобетонные, то здесь деревянные. А в качестве утеплителя – земля. Потолок здесь очень низкий слой утеплителя. Тонкий слой утеплителя. И точка росы образуется здесь, в плашках. Здесь нужно заменить всего одну плашку, и тут все будет прекрасно. Администрация района выступила с запретом на работы без привлечения специалистов-строителей. И на более серьезный ремонт нужны средства из нескольких источников. Поэтому было рассмотрено предложение воспитанникам детского сада переехать в здание местной школы. Мы не торопим с этим вопросом ни школу, ни детский сад, ни родителей, но прорабатывать его нужно. Потому что наличие документов, то есть технического заключения о том, что состояние конструкции детского сада ограничено, а работоспособное, и оно не прошлого года, оно сделано гораздо ранее, в 2017 году, нас обязывает к тому, что мы сейчас должны уже принять меры реагирования на то, чтобы обезопасить нахождение ребятишек в детском саду. Отдельный вход через книгохранилище в библиотеке, группа, в тренажерке, спальня. Проект реконструкции помещения школы готов, рассказал отец двух дошколят и завхоз Луговской школы Виталий Огнев. Сейчас документы проходят согласование в Распотребнадзоре. Работы начнутся после. У нас тут планируется в данном помещении спальня, спальня у нас большая, просторная, светлая. Здесь у нас будут пристроены туалеты, потому что у нас здесь есть место, но очень мало. Тут у нас будет игровая комната сделана, то есть и кормить их будут. Сельская школа построена в 1977 году. В прошлом в учреждения частично провели ремонт. Установили новый котел в собственной котельной, обновили столовую, во всем здании заменили окна. Рассчитано «Альма-Матер» на 480 учеников. Сейчас их гораздо меньше. Школа большая, двухэтажное здание. Обучается учеников у нас 115 на данный момент. Кабинетов у нас более 15. Поэтому для нас будет неболезненно, если мы это крыло отдадим под детский сад. Среди родителей дошколят нет единого мнения по поводу необходимости переезда. Против выступает глава села Александр Сергеенко. Как только дети покинут старое здание, оно перейдет в ведомство сельсовета. И содержать его придется местному бюджету. Детский сад занимает лишь часть помещений. В другом крыле расположен сельский музей и неработающий ФАП. Здание «Солнышко» многопрофильное. И претендовать на финансирование по участию в федеральных или даже региональных проектах по модернизации образовательных учреждений не может. Зато финансирование можно получить по краевой программе поддержки местных инициатив. В таком случае экспозиция музея сможет расшириться. А в спорном стареющем здании, наконец, проведут ремонт. Евгений Ежутов, Андрей Сегаев. День с толком. В Барнауле поймали жителя Новоалтайска, который подозревается вне закона хранения наркотиков. В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у задержанного сверток с веществом, которое, по заключению экспертов, содержит в своем составе синтетические наркотики. 52-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за оборот наркотиков. В Барнауле также задержали уроженку Хакасии, причастную к сбыту наркотиков в разных регионах. Изъятый мешочек с запрещенными веществами она должна была сбыть в Барнауле с помощью закладок. Визит в Алтайский край оказался для нее не первым. Известно, что женщина арендовала квартиру в Барнауле. На службе Берцы на гражданке Каблуки титул «Краса в погонах» завоевала инспектор отдела безопасности Новоалтайской колонии Ирина Плешкова. Конкурс, приуроченный к Международному женскому дню, проводил сайт «Толк». За корону боролись 28 красавиц уголовно-исполнительной системы. Но Ирина Плешкова одержала победу в онлайн-голосовании с существенным отрывом. Валентина Аскерова встретилась с красавицей в погонах и узнала, чем девушка очаровала земляков. Запись началась. 11.03.2024 год. Время 11.00. Почасовая проверка осужденных участков колонии поселения. Старший лейтенант Плешкова. Уверенный голос, пронзительный взгляд. В уголовно-исполнительной системе Ирина Плешкова работает с 2018 года. Сейчас девушка служит в колонии поселений в Новоалтайске. Наблюдает за своими подопечными, осужденными девушками. Прапорт на выезд готов. Сегодня вы едете в больницу. Больничный закрывать. Никогда не пыталась играть в злого полицейского. Все делаю на ноте закона. В первую очередь отошусь к ним, как к людям. Они уже наказаны. И свои полномочия не преувеличиваю, не переступаю. В феврале Ирина и еще 27 сотрудниц УФСИН приняли участие в онлайн-конкурсе «Краса в погонах». На протяжении трех недель проходило голосование. Между красавицами развернулась нешуточная борьба. Но с существенным отрывом победу одержала Ирина Плешкова. Она получила 834 голоса. От имени сетевого издания «Толк» и сибирской медиагруппы мы вас поздравляем с победой в конкурсе «Краса в погонах». Вот такой вам диплом. Вручаем за первое место. Как вы думаете, почему за вас голосовало так много людей? Потому что я офигенная. Ох, такой вопрос, наверное, тонкая грань на него ответить. Хвалить себя, не хвалить, расхваливать, не расхваливать. Ну, наверное, потому что я открытая. Я очень много отдаю людям своей энергии, своего времени. И, наверное, наступил баланс. Я получила вот такого рода благодарность. Работает сутки, трое отдыхает. Но отдыхает – это громко сказано. Вот уже шесть лет Ирина руководит известной на всю страну волонтерским проектом «Мехутка». И все свободное время посвящает особенным детям. Не понаслышке знаю о проблемах особенных детей, семей, воспитывающих особенных детей. Знаю, как тяжело родителям, как тяжело детям, как им не хватает общения. Главное правило нашего проекта – мы не показываем своих лиц. Наверное, поэтому нас мало кто знает в лицо и не берем деньги. Все, что происходит в нашем проекте, это все абсолютно бесплатно. Уже в эту субботу в Барнауле благодаря «Мехутке» пройдет грандиозное мероприятие – конкурс красоты для девочек с особенностями в развитии «Маленькая особенная мисс». Мероприятие посетит сама мисс «Вселенная» Оксана Федорова. После проведения конкурса для маленьких красавиц Ирина Плешкова вновь заступит на службу. Продолжит служить своей профессии, строить планы на будущее и просто мечтать. Мечтаю на Байкал съездить, вообще на байкальский лед посмотреть. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Медали Союза добровольцев Донбасса накануне вручили представительницам сообщества «Надежный тыл» полк 1442. Настолько высоко оценили труд женщин, которые регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО и мастерски плетут маскировочные сети. Встреча получилась доброй и теплой. Я склонюсь над твоими коленями, обнимусь низовой силою. В общественной организации «Надежный тыл», а сами они давно называют себя семьей, сейчас насчитывается 600 человек. И это уже не только родственники, мобилизованных в сентябре 2022 года, но и волонтеры, которые также помогают собирать гуманитарную помощь, делать носилки, плести сети. Эти кадры мы снимали в прошлом году. Теперь женщин еще больше. Своё спасибо всем присутствующим лично выразил Иван, который эвакуирует бойцов из красной зоны. Сейчас приехал в Барнаул в отпуск. Даже те же носилки, сетчатые, которые вы к нам присылаете, они очень играют огромную роль. Потому что на переднем крае мы с собой большие, например, допустим, советские носилки мы взять не можем, а именно берем клетчатые носилки, которые можно свернуть, подползти к раненому бойцу. Мы этого раненого бойца ложим на эти носилки уже дальше и эвакуируем уже в зеленую зону. Гуманитарные грузы на передовую семья отправляет регулярно. В каждом медикаменты и то, что обязательно понадобится ребятам в госпиталях. Жгуты, бинты, в общем, все то, чтобы оказать ребятам первую медицинскую помощь. Для госпиталя мы много чего отправляем. Это также и теплые вещи в зимний период. Сейчас это футболки, тапки и носки. Татьяна тоже в числе четырех женщин, которым вручили медали Союза добровольцев Донбасса. Но благодарности заслуживает каждая. Весенний праздник они отметили вместе, как настоящая семья, которая ждет домой своих родных и близких. И в любой ситуации всегда окажет поддержку. Огромное спасибо всем девочкам, всем мамам, всем женам, которые принимают активное участие в сборе гуманитарного груза для своих бойцов. Знаете всегда, тыл и фронт, они неразделимы. Татьяна Голубева, день с толком. Баскетбольный клуб «Барнаул» на домашней площадке переиграл гостей из Новосибирска. Этой победой алтайская команда укрепила свое положение в турнирной таблице. Об это и других спортивных новостях расскажет Дмитрий Дроздов. Сибирская дерби баскетбольных клубов «Барнаул» и «Новосибирск» полностью оправдала ожидания болельщиков. С самых первых секунд игра задала валидольный стиль. Первая четверть прошла в упорной борьбе 22-22. Вторую хозяева проиграли 12-24. А дальше началось самое интересное. Новосибирск ввел в счете с отрывом почти в 20 очков. Но болельщики, которые в этот день были неудержимы и активно подгоняли хозяев вперед, можно сказать, поддали «Барнаулу» легального допинга. Как итог, с минус 18 очков хозяева отыгрались и вырвали победу 80-77. Сразу был хаос, сразу были проблемы. Пришлось ввести коррективы и включиться в игру. Все это основное. Ребята играют нестабильно. Каждый раз, каждый раз это подтверждается. Это напрягает. Пока мы еще не готовы к играм плей-офф, как я чувствую. Будем надеяться, что вот этих волн, вот этой нестабильности будет меньше. Потому что мы способны обыграть любую команду. Сборная Алтайского края по кикбоксингу на чемпионате Сибири в Иркутске заняла второе командное место. В соревнованиях приняли участие 390 спортсменов из 8 регионов. Алтайский край представляли 68 файтеров из Барнаула, Бийска, Белокуриха, Тальменки, Зато, Сибирский и Камня на Аби. По итогу трехдневных баталий у нашей сборной 19 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых медалей. Победители и призеры теперь отправятся на первенство России. Оно состоится в мае в Дагестане. А чемпионат России пройдет в конце ноября на Кузбассе. Нашу команду на турнире отличали сплоченность и высокий боевой дух. В командном зачете сборная региона заняла второе место, уступив лишь красноярцам. И в завершении о футболе. Местная «Динамо» отправится на сборы в Новороссийску побережья Черного моря. Команда проведет 10 дней и сыграет ряд товарищеских матчей. А уже в апреле стартует сезон второй лиги, где барнаульцы первые два матча сыграют на выезде, а первый домашний пройдет 27 апреля. В соперниках молодежка из Нижнего Новгорода. Дмитрий Дроздов, День с толком. Масленичная неделя стартовала сегодня у православных людей. Это большой народный праздник, уходящий корнями в язычество и олицетворяющий приход весны. К тому же масленичные дни – последние семь перед Великим 40-дневным постом. Масленица – широкий праздник проводов зимы. В эту неделю устраивают массовые гуляния, веселые конкурсы и хороводы. Первый день в Масленичной неделе называют «встречи». Начинается он традиционно с выпечки блинов, а первый блин считается поминальным. Также в этот день начинают делать и наряжать чучелом. Существует также поверье – если в первый день в Масленичной неделе поспать дольше обычного, то год пройдет удачно. Отметим, что блины по старой традиции в Масленичную неделю пекут каждый день. И каждый день имеет свое символическое значение. Завершается Масленичная неделя прощенным воскресеньем, когда чучело сжигают и зиму провожают. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции – 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...